В поселке санатория имени Герцена слышны звуки выстрелов. Немецкие захватчики с воздуха увидели, что советские войска выдвинулись в сторону населенного пункта и устроили засаду. Местный мальчик узнал об этом и сообщил нашим бойцам. Завязался бой. Победу одержали красноармейцы, во многом благодаря ребенку. Свыше 300 тысяч детей участвовали в Великой Отечественной войне. Вместе со взрослыми они храбро сражались на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, трудились в тылу. Стойко выносили тяготы и лишения в концлагерях. В память о них в Никольском поселении прошла благотворительная акция «Маленькие герои большой войны». Очень трогательно. Хотя мы не были, и нас учили в школе, на молодой гвардии. Лично у меня картина вышла. Это патриотизм у нас еще с малых лет. И сейчас очень трогательно. Нужно это, чтобы сплачивать нас. Мы тоже пришли поучаствовать в акции и внести свой посильный вклад, чтобы наши, так сказать, ученики тоже помнили и знали про события 41-го года и о героической победе советских войск под Москвой. Чтобы помнить о тех героях, которые уже давно погибли, чтобы самому это все прочувствовать, как это все было. Историческая реконструкция в изложении свечей к памятнику павшим в Великой Отечественной войне жителям поселка. Это первая и, пожалуй, самая зрелищная часть благотворительной акции. После нее посадка «12 яблонь» в память о юных защитниках Родины. Рядом с каждым деревом табличка с именем героя. Сережа Корнилов в 12 лет, несмотря на обморожение обеих ног, сумел выполнить боевое задание. Или Федя Клюев, который под прикрытием вместе с Валей Соколовой собрал и передал красноармейцам данные об отряде карателей. Заручившись поддержкой президента, который сказал, что нужно извлекать забытые имена наших героев, мы приняли это как руководство к действию и выпустили первую книгу сначала. Потом нам помогал Межгосударственный союз городов-героев. И потом нашлись еще имена. И в общей сложности мы выпускаем сейчас третью книгу, где мы нашли и описали подвиги 400 человек, 400 юных защитников Отечества. Издание книг с именами юных героев и описанием их подвигов – только часть большой работы. Впереди еще много подобных акций, чтобы не только старшее поколение помнило о том, какой ценой досталась нам Великая Победа. Мы выступаем с инициативой и очень надеемся, что когда-нибудь на Поклонной горе будет пантеон, посвященный юных героям. И хочется, чтобы были монументы с именами, с историей, чтобы люди приходили со своими детьми, знакомились с их подвигами и понимали, какую великую цену заплатила наша страна, чтобы одержать эту победу. Завершилась благотворительная акция раздачи книг «Маленькие герои большой войны». С автографом ведущей телепрограммы «Спокойной ночи, малыши» президента фонда «Спешите делать добро» Оксаны Федоровой.